Привет! Это рубрика Мотозона. Сегодня у нас потрясающие интересности мотоцикл. Очень клево, что машина в практически стоковой версии. Те небольшие доработки, что все-таки есть, они в целом картину не меняют. Это Kawasaki W800. Совершенно очевидно, что это как бы ретро-байк. Неоретро, наверное, это называется. Но очень прикольно, что история получилась страшно путанной с этим мотоциклом. И где то ретро начинается, понять еще можно. А вот где оно заканчивается, положительно невозможно. Давайте вообще начнем с главного. Вот когда мы на этот мотоцикл смотрим с стороны, первое, что приходит в голову одним людям, что это, наверное, Kawasaki вспомнили что-то из собственной истории. А другие думают, что это, наверное, имитация послевоенных двухцилиндровых британских мотоциклов золотой эпохи. И тут смотрите, какой правильный ответ. Дело в том, что в 60-х годах компания Kawasaki Aircraft что-то там, ну, то есть авиационная компания Kawasaki, покупает фирму под названием Megura японскую, которая делает мотоциклы. И с этого момента она становится мото-производителем и, собственно, выпускает модели серии W, которые как бы воспроизводят вот эта новая серия W650 и W800. То есть, да, для Kawasaki это, конечно же, отсылка к собственной истории. Но есть один маленький нюанс, что выпускала та самая японская компания, которую купили Kawasaki. А выпускали они, по сути, лицензионную копию британского BSA A7. Причем, получается забавно, от нас те времена уже далеки. Конец 40-х, 50-е, 60-е. Это все где-то там. Но на самом деле это несколько разных десятилетий. И получается, по сути, так, что Kawasaki, они, в общем-то, довольно по-читерски выступили. Потому что компания Honda, она начинала в конце 40-х. Эти ребята привинчивали к велосипедам генераторные моторы. С этого начиналась Honda. А Kawasaki стартовали сразу с вполне себе современного, большого, настоящего, крутого, классного мотоцикла. Британского, по сути. Причем, заметьте, насколько я понимаю, у той машины была 500-кубовая версия. И для тех времен, скажем, для 50-х, это был вообще такой же двигатель, ну, примерно, как сегодня литровая рядная четверка. То есть, если тебе нужен высокотехнологичный, высокоэффективный мотоциклетный мотор, то, ну, понятно, что речь идет о рядной двойке. И, вероятно, полулитровый. Потому что ахиллесовая пита была как раз в количестве цилиндров и в объеме. Если двойку делать больше, больше и больше, появляются неприятные вибрации. Но это мы сейчас с вами вообще не туда уйдем. Если вы не знаете, что такое G-Part, подождите минутку, сейчас все расскажу. В чем проблема? Мотоциклы, которые мы с вами так любим, транспорт сезонный. Летом катаемся, зимой пересаживаемся на автомобиль, за которым тоже надо следить. А в наше время сделать это не так просто, потому что знакомые производители запчастей с рынка ушли, какие-то новые пришли, сам рынок изменился, не разменился, все изменилось, а мы как бы остались прежними. И что нам делать? Вспомнить, что есть бренд G-Part. Он, между прочим, на российском рынке с 2015 года. Он, между прочим, создан экспертами в области производства запчастей и, между прочим, с учетом особенностей и тонкостей именно нашего российского автомобильного рынка. Поэтому, если у вас техника таких марок, как Лада, как УАЗ или ГАЗ, то все нужное вы найдете в ассортименте G-Part. Действительно все, потому что ассортимент колоссальный. Там есть сцепление, там есть карданные валы, там есть корестовины. То есть вся вот эта тяжелая артиллерия, и есть при этом, скажем, технические жидкости. Больше того, ассортимент постоянно расширяется. Вот недавно начали выпускать вот что. Это фильтры для двигателей Cummins, например. Здесь у нас что лежит? А здесь у нас лежит натяжитель ремня генератора для Gazelle Next. Вот, пожалуйста. Кстати, да, для защиты от подделок на детали наносится специальная маркировка. На каждой коробке есть специальная наклейка в виде логотипа, которая поможет вам отличить настоящий G-Part от чего-то там еще. Кроме того, купить все эти запчасти можно не только в обычных магазинах, но и на маркетплейсах Ozone, Wildberries, Яндекс.Маркет, что там у нас еще есть. В общем, ссылки в описании, как обычно. А мы продолжаем. Оценивая этот мотоцикл с водительской точки зрения, надо помнить, насколько важен контекст. В России с ее довольно быстрым и, я бы сказал, порывистым дорожным движением, возможности мотоцикла больше напоминают необходимое, нежели достаточное. Но при этом во многих регионах той же Азии эта восьмисотка будет настоящим королем дороги посреди потока 150-кубового транспорта. Мотоцикл прекрасен тем, что он гармоничен. И внешний вид, и конструкции, и посадка за рулем – все в классическом стиле. Сидишь на нем, и спина прямая, ноги согнуты в коленях, но не слишком сильные, сиденье удобное для ежедневных разъездов. В придачу V800 воспринимается компактным и исключительно удобным в городском потоке. Кстати, интересный нюанс. Своеобразный привод клапанов – это привет даже не мотоциклам V-серии из 60-х, а еще более старинным мотоциклетным моторам Kawasaki, которые японцы начали делать на 10 лет раньше, чем взялись за сборку готовых мотоциклов. Если вернуться к V800, то, с одной стороны, он, конечно, покупает дружелюбностью, потому что у него мягкий, понятный характер, достаточная, но не пугающая динамика. Опять же, вполне себе приличная для такой динамики тормоза и, в целом, приемлемая эргономика. Но с другой, здесь действительно очень сильное ощущение ретро-мотоцикла. Намного более выраженное, намного более, если хотите, стильное, чем даже в случае многих круизеров. Хотя, казалось бы. Так что причин для любви к этой милой машинке вполне достаточно, но, с другой стороны, для любителей активной и быстрой езды она, откровенно говоря, будет скучновато. Я покупал данную моти в качестве второго аппарата, уже имеющегося Харлея, потому что нужен был такой комьютор на каждый день, сильно фанатер по классической технике, но и, на самом деле, выбирал именно нечто вот такое вот. То есть, если просить ребенка, нарисую мотоцикл, он нарисует примерно плюс-минус V800. Достаточно долгое время пытался отловить его на японских аукционах, ввиду того, что техника вторая, на нее не готов был тратить большие деньги, поэтому искал состояние, ну так, ниже среднего. Плюс была мечта восстановить технику. Даже невзирая на общее состояние мотика, я в него влюбился сразу. Что мне очень нравится, он управляется просто силой мысли. Как тебе удобно, так его и поворачивает. Хочешь рулем, хочешь свешиванием, нажимая на накладку, называемый, не грипсы. Едешь по трассе, то можно просто наступать на подножки, и он будет четко за ними следовать. Я что, собственно, хотел сказать. Кабасаки начинают делать серию W, потом в конце десятилетия, уже в 70-х, они уходят на четырехцилиндровые моторы. В общем, как бы вся эта история забывается, и они вспоминают о ней в 90-х, а решают немножечко заработать на ностальгии. Я сейчас как будто бы забыл про модель Zephyr, давайте не будем ее трогать. Итого, в 1999 году они делают Кабасаки W650. Но самое главное, что технически тот самый современный W650 из конца 90-х производил вот такое впечатление, как будто кто-то нашел конвейер по производству послевоенных мотоциклов BSA, взял, знаете, швабру, паутину смотал, пыль сдул, где-то батарейки зарядил, включил рубильник, и пошел штамповать те мотоциклы дальше. Карбюраторы, кикстартер, абсолютно олскульный облик. Это было неприлично аутентичное ретро. То есть мотоцикл, который не выглядел как старинный мотоцикл, он им, черт возьми, был. Классно выступили, вообще отлично. W650 по сей день культовая машина. Но что у нас происходит дальше? Дальше происходит борьба за экологию невероятная. И тот самый 650-й Кабасаки перестает вписываться в нормы. Что происходит? Берут ту же модель. За счет увеличения хода поршня добавляют объем, получают то, что сейчас стоит рядом со мной. Кабасаки W800. И продолжают его выпускать. И, кажется, выпускают до сих пор. Там была какая-то пауза, потом его снова начали штамповать. Понимаете, прикол этой модели в том, что вот сейчас, 2023 год на дворе, и перед нами, по сути, допиленный под эко-нормы Кабасаки W650 из конца 90-х годов. Это действительно ретро, но не в том смысле, что он внешне напоминает какие-то старинные модели, а в том, что перед нами машина, которую делают уже почти четверть века. Понимаете? То есть, он сам по себе ретро, не потому, что у него такой внешний вид. Это, в принципе, мотоцикл, сделанный по исключительно полнейшему олдскулу. Знаете, какой самый главный, на мой взгляд, прикол случился с этой моделью в 2011 году, когда начали делать W800? Вот смотрите. Переделанный мотор объем увеличился более чем на 10%, там, только что не на 20. Увеличили ход поршня, почти 800 кубиков, на 100 кубов больше. Соответственно, что должно было измениться? Мощность. Да, разумеется, правильно. Она уменьшилась на 2 лошадиные силы. Вот так. Был 50, стало 48 лошадиных сил. Такая вот странная история, хотя вместо карбов здесь у нас инжектор, как я понимаю, все как полагается, мощность немножечко упала, но здесь около 65 ньютон-метров, но главное не количество, а качество. Если на 650-кубовой версии пик момента наступал где-то очень высоко, кажется, на 6000 оборотов, и здесь на 2,5. То есть, вот это действительно низовой тяговитый двигатель уже. Вроде бы похожий по основным характеристикам, но вот по характеру, судя по всему, очень даже другой. Это любопытно. Еще более любопытна вот эта деталь. И благодаря сей конструкции мотор невероятно узнаваем. Смотришь, а она понятна, это Кавасаки. Это представьте себе привод газораспределительного механизма через конические шестерни. То есть, тут у нас идет вал, у него шестерня, где-то здесь, тут еще одна шестерня, и там происходит передача куда-то там. Суть в том, что не стоит думать, что этот элемент взяли из каких-то рядных двоек британских неведомых годов лохматых. Вот ничего подобного. На рядных двойках, насколько я понимаю, подобная технология вообще не встречалась особенно. Да, она использовалась, конечно, но на гоночных моторах и, по-моему, одноцилиндровых. На всяком случае, если говорить о британских производителях, пятиступенчатая коробка передач у нас с вами, а вот если говорить про раму, прям олдскул, олдскулыч, такая доплексная рама из труб круглых здесь, под баком, как я понимаю, то ли прямоугольного, то ли квадратного сечения труба, а здесь все настолько по классике, насколько вообще возможно. Это, кстати, относится и к рулю, и к приборам. Сейчас на них с вами и посмотрим. Роль тут не особенно широкий, построенный на базе довольно тонкой трубы, выглядит изящно, и здесь полно интересных деталей. Например, грипсы. Очень классные, очень олдскульные, прям отсылка к далекому-далекому прошлому. Классно. Зеркала очень большие, они намного крупнее, чем на мотоциклах большего размера. А здесь, кстати, длина 2 метра 20 сантиметров, колесная база меньше полутора метров, причем так заметно. То есть это, в общем, достаточно компактный мотоцикл, но зеркал прямо отвесили, как полагается. Думаю, в дороге это помогает. Еще мне очень понравился шрифт, который выбрали для шкал приборов. Что спидометр, что тахометр, выглядят классно, стильно. Причем, заметьте, нюанс, эта серия была чем-то особенным для Kawasaki, хотя, в принципе, они такое любят. Но, тем не менее, и на баке, и на спидометре, буковка W, то есть эту серию как бы в некотором смысле в маленький суббренд даже вывели. То есть мы сначала узнаем, что за модель уже после, что за марка, а марка, собственно, вот здесь, на сиденье у нас упоминается. В любом случае, сделано красиво по дизайнерски, кстати, о дизайнерских решениях. Система для общения с другими участниками дорожного движения, именно так, у нас находится на левом пульте. Одна качающаяся клавиша, которая отвечает и за гудок, и за моргание дальним светом. Вот это, кстати, такое любопытное комбо, я прежде такого не встречал. Кстати, здесь же кнопка аварийки, причем красная на автомобильный манер, хорошо видна, легко нащупывается, большое человеческое спасибо за это надо сказать компании Kawasaki. Вообще, пульты сделаны удобно, надо сказать, не слишком затейливо, но удобно, что есть, то есть. Что касается седла, сейчас о нем судить сложно, но вот на ощупь и на взгляд оно тоже выглядит достаточно удобным, потому что оно не огромное и нет, но тем не менее порядочное, и в целом сделано вроде бы с вниманием к деталям. Привод на заднее колесо, цепью, раз уж old school, то old school, сами понимаете. Это крышка воздушного фильтра, фильтра в два, кстати говоря, надпись Special Edition, специальная версия. Важно отметить, что у нас мотик первого года производства, 2011 год, W800 только начинают делать, это один из мотоциклов первого года выпуска. И Special Edition, в чем это проявляется? В наборе декоративных решений, одно из них золотые колесные диски. Ну, видите, они у нас спецованные, они, кстати, большие, 19 впереди, 18 сзади. Резину такую достаточно внедорожную поставил нынешний владелец, потому что ему это правда важно, он куда-то съезжает с асфальта. Кстати, дорожный просвет, насколько я помню, не такой большой, у мотоцикла 125 мм вроде бы, но, тем не менее, вроде бы ездить можно не только по дорогам. Как бы ту ни было, ширина протектора впереди 100, сзади 130. Что еще надо отметить? Олдскулом мотоцикл пропитан, вот, знаете, буквально как торт чем-нибудь таким кондитерским, то есть до основания, потому что здесь у нас барабанные тормоза на заднем колесе. Впереди дисковые, не дисковые, впереди один дисковый тормоз, двухпоршневый суппорт, в общем, тоже скромненько, но сзади вообще барабаны, хотя 11-й год. Но, впрочем, в конце прошлого десятилетия Кавасаки, наверное, посмотрели на календарь, так немного удивились, ух ты, говорят, и поставили сзади тоже диск, и, наконец-то, добавили АБС, а здесь ее нет. Здесь олдскул и хардкор, здесь действительно такой мотоцикл, каким он мог бы быть, ну, скажем, не знаю, когда, но очень давно. Сложно сказать, сколько сегодня таких мотоциклов в России, известно ли, что сообщество, скажем так, активных, контактирующих с себе подобными владельцев Кавасаки W650 и W800, это примерно вот 100 с небольшим человек. Наверное, еще столько же владельцев ведут себя несколько тише, поэтому, ну, предположительно, около 200 мотоциклов вот этой вот самой новой серии есть. Я, когда эту цифру услышал, удивился, потому что, на мой взгляд, это очень и очень мало, учитывая, что мотоцикл интересный, совершенно исключительный по нынешним временам, и сколько раз в комментах можно было услышать стоны и вопли о том, что не надо мне никаких новых технологий, я хочу, чтобы делали мотоциклы, как в старе, чтобы там ничего не было, чтобы там только вот этот милый образ классического байка и ничего сверху. именно это сделали Кавасаки, но не сказать, чтобы в наших землях мотоцикл стал каким-то безмерно популярным. Это диковинка для тех, кто действительно понимает мотоцикл. А что касается Кавасаки, то компания однозначно лайк за этот и за W850, и за 650-ю модель, которая, кстати, была еще круче за счет Kickstarter и Carbo, потому что они на самом деле сделали мотоциклетный мир существенно интереснее и богаче. У меня на сегодня все, ну а с вас как водятся лайки, дизлайки и, правильно, комментарии экспертов.